Привет, друзья мои! Сидим у зубного врача. У меня за вчерашнего утра очень сильная зубная боль под коронкой. Это давно коронка 7 лет назад не делала. И мой муж меня сельком притащил, говорит, в воскресенье терпеть, говорит, не надо. И пришли мы сюда, возле нас клиника рядом. Сделали мне рентген. Сейчас сидим в очереди, очень болит, очень болит. Действительно, я благодарна, что он мне привел. Вот такая вот здесь клиника, расскажу все потом, поделюсь. Всем привет, друзья мои! Посмотрите, какая у нас погода сегодня. И вы видите, посмотрите, какая речка! Мой муж тут тоже сейчас решил поговорить. Цветочки! Муж мой, посмотрите, какой я прицепил для птиц. Цветочки сегодня все хорошенько полнулись. Вы как на злу разговаривает рядом. Посмотрите на него. Рядом разговаривает. Белки-балки. Вот. Смотрите, как с утра я проснулась. У меня сейчас зубные боли. Поэтому я не веду блог, не записываю. Сами понимаете, разговаривать лишний раз не хочется. Пью антибиотики, завтра иду к врачу. Пятый день я на антибиотиках. И... Ой, какой поток! А это просто не могла вам не показать. Ну, видите, как у нас здесь все спокойно. Ну, представьте, если это выйдет все из берегов. Ну, такого еще не было никогда, чтобы вышла эта речка, поднялась до такого уровня, чтобы вышла из берегов сюда, на наши ситы. Такого я еще не видела. Отведи, отступи. Вот и надо думать, что возле речки надо подальше от таких речек жить. Я сейчас перейду на тот балкон и покажу вам. Мы вчера посадили его Мавиша в отдельную клетку без шекер. Так он сейчас выпустили его. Он так скучал по ней. Видите, сидят они там вдвоем. Он так скучал, так скучал. Возле клетки, по этой стороны, ее там целуют. Она приблизилась. Ой, какой он ваш ухарной. Бак, бак, не опьет, бак. Мавиш, мавиш чики-чики. Шекер принцесса. Ой, шекер крал. Зовет их. Давайте, давайте, быстрее выходите. Свобода попугаем. Свобода, свобода. Вот так они нашу жизнь украшают. Это все его хочет клюнуть. Что-то активный такой. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. О, да, гильор. Коралл. Ассоется, коралл. Ассоется, гильочка. О, а дельеет, мьор. Вильме. Она не спешит. Все, пошла и на балкон вам показывать. Так, посмотрите, какой у меня беспорядок на балконе. А почему беспорядок такой? Почему? Потому что такой был град, такой был ливень, конечно. Ах, посмотрите на мой. А так пахнет травкой. Это пахнет, что-то пахнет. Вот это, не знаю, сорняк у меня. Я его поливаю, и он растет. Ну, пусть будет зелье зеленушки. А вон, посмотрите, мандаринки. О, какая речка. Углубляется она туда далеко, далеко. Интересно, как на набережной дела? Конечно, такой дождь, такой ливень был. Я вчера смотрела, где-то, где-то я смотрела и увидела. В Анталии такой был ливень, такое наводнение, шторм такой. Я таких волн не видела в Турции. У нас, ладно, на Черном море это возможно, но здесь я таких волн не видела. Друзья мои, это было что-то. И вот перешел этот на нас. С Анталии на нас. Ну, ничего. Мимо нас, мимо нас все плохое. Кто-то спрашивал, телефон, да? Телефон мой называется Камон Техно. Премиум 20. Не знаю, в какой последовательности надо произносить. Ну, как помню, так и говорю. Тут камеры с искусственным интеллектом. Можно украшать. Себя преображать, когда разговариваешь. Даже макияж здесь вполне естественный. Ой, блин. Но все равно это отличается от моего старого. Конечно, друзья мои. Ну вот. Краски такие красивые. Не так уже все трясется. Ну, приятно просто. Вот когда человек здоровый, какая энергия у него есть. Жить, радоваться жизни. У меня такое произошло со мной. Такая трансформация произошла со мной. Почему? Потому что как мне так было плохо. Такие были сильные зубные боли. Я ничего, друзья, не хотела. Поверьте. Ничего не хотела. Ни кушать не хотела. Ни пить не хотела. Я три дня впрогалось, потому что не могла жевать вообще. Эти антибиотики принимала. И обезболивающие. Каждые три часа у меня нужно было их принимать. Но я как-то тянула хотя бы до пяти. И вот терпела, страдала. Слезы шли ручьем. А я терпела. Даже плакать не могла. Так было плохо. Стреляла на ухо. Ужасная была боль. Ужасная, друзья мои. Это такое состояние. И я наконец-то поняла. Света, блин. Так и умереть можно. Потому что ничего не хочется. Не радует ни деньги, ни вкуснятишки. Ни любовь, ни поцелуи. Ничего не радует. Только радовало то, что мой муж был рядом со мной. Он так за мной ухаживал. Так ухаживал. Дай Бог ему здоровья. Я в очередной раз поняла, что я сделала правильный выбор. Что я вышла замуж за моего мужа. Потому что в плохие дни он рядом со мной. Двадцать четыре часа целует, обнимает, поддерживает. Все под... Переносит. Лекарства. Не знаю. Все, что просила. Я почувствовала себя за папой. Да? Как будто у меня папа дома. Я выросла без папы. И так это приятно. Так приятно. Иногда я... Почему я очень люблю, уважаю и люблю обнимашки, поцелуйчики. Просто так, да? Вот просто пообнимать телесные какие-то соприкосновения. Потому что у меня не было никогда папы. И я не помню своего папы. Был папа, но мне не хватало это. И муж мне дарит всю ту любовь, которой мне так не хватало. Все, пошла я тут замерзла уже, дует. Пошла я туда. Мои цветочки красивые. Почему я их сюда поставила? Потому что я подумала, что им там будет жарко. Ну, некоторые начали портиться. Ой. Простите меня. Ну, ладно. Да, мои дорогие. Давайте сейчас посмотрим с этой стороны. И у меня в мозгу прошла опять какая-то трансформация. Вот этот год будет для всех очень значным. Не переживайте, что вы не водолеи. Обязательно затронет каждый знак. Если вы что-то терпели и страдали ради того, что это нужно обществу, что скажет ради какого-то мнения, не жили своей жизнью, у вас все должно измениться. Вот, я приняла решение. Я сейчас сижу, так резко вам рассказываю, что я сейчас сижу на интервальном голодании. И я очень много за эти дни болезни попала случайно на канал доктора Берга, американский врач. И у него 6 миллионов подписчиков, если не больше. И мне так это заинтересовало. И главное, куда не зайду, везде про это голодание. На воде интервальное голодание, кето-диета. Я вчера даже приобрела книгу онлайн, чтобы разобраться в этом. И я уже второй день и с мужем мы соблюдаем это. В общем, все старые привычки оставили в том году. И хотим быть здоровыми и богатыми и счастливыми. Друзья мои дорогие, ох, этот телевизор, мне уже он надоел, этот звук. Немножко сделаю потише, чтобы вы меня слушали. Так, у нас ужин с мужем. Я посолила, заквасила вот эту капусту. Сейчас еще у меня огромный качан буду квасить, потому что в нем столько витаминов, друзья мои, столько микроэлементов, столько витаминов. А мы это с мужем игнорировали. Сейчас Светлана читает книгу про интервальное голодание и полезное здоровье. И вот в обиходе капуста будет на первом месте у нас. А здесь, посмотрите, какая рыба приготовленная в духовке. И вот салат я еще приготовила. На завтра хватит. День, порция 10 стаканов. Если один раз вы кушаете, то 7 стаканов. Потому что на 2 можно по 5. Это на одного человека. Вот мы с мужем стараемся, и он меня слушает, тоже хочет похудеть, привести себя в порядок. Мы готовимся, друзья мои, очень серьезно. Я решила показать вам книгу, которую я приобрела. Вот здесь вот все показано. Здесь даже можно сладости употреблять, мои дорогие. Я ее заказала на сайте, видите, примеры блюд. А если посмотреть на ютубе, там такие порции. И так все можно кушать, понимаете. Вот я прочитала сейчас 45 страниц, осталось 16. И очень много начинаю понимать. Вот салат, сколько нам надо. 10 стаканов вот такой корцы на целый день. Очень интересно. Я не знаю, может кто-то из вас занимается этим. Но тут показывают, например, сколько есть 6-часовое окно. Вот я сейчас начала. 18 на 6. Есть также 4-часовое 20 на 4. И вот одночасовое, оно самое такое для похудения, если вы хотите. Я просто хочу оздоровить организм и скинуть набранное. Да, чуть-чуть. Мне много не надо. И до 3 одночасовое. Ну, посмотрим, как, что будет. Пока у меня получается. Я кушаю, и мне достаточно. Вот сейчас поела я по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сегодня поздно тоже покушала. Сахар вообще надо полностью исключить. Как мне не трудно, да. Ну, это что касается кето-диеты. Интервальное голодание. Можно все подряд есть. Но мне нужно подлечить. Я готовлю свой организм к, знаете, к чему? К голоданию. Я хочу внедрить в свою жизнь голодание хотя бы на сутки. Я пробовала, занималась этим. Когда я занималась, сейчас скажу. Вот. Здоровое кето и интервальное голодание. Доктор Эрик Берри. Я занималась голоданием несколько лет назад. Смотрите, какие у меня красивые букеты. Несколько лет назад, нет. Я занималась это перед поездкой в Батуми. Было очень сложно. И у меня целый день нормально. А к вечеру были головные боли. Такая слабость. А знаете почему? Потому что у меня выходили токсины. Вот это все и объясняется этим. А это Мавиш. Мавиш, Мавиш, ты где? Мавишу. Когда я разговариваю, он тоже разговаривает. Мне кажется, он спит. Я забыла вам рассказать о том, как я пошла к врачу. Мы дождались врача. Конечно, мне все это очень понравилось. Грамотный врач. Мне сделали заранее рентген. Но ему не понравилось, как сделала. И три раза он переснял. Прямо там, в кабинете, вокруг моего зуба, под коронкой, была такая капсула воспаления. Воспалительная капсула. Он говорит, ну что? Говорит, слава богу, зуб можно сохранить. Давайте лечить. Я говорю, а как? Хотя вы видели, что я с такой болью была, еле разговаривала. Я говорю, я аллергичная. На что там? Начал спрашивать. Сказала. И он мне так обезболивал, что я ничего не поняла. Хотя у меня все так болело. Прошло 10 минут, а я чувствую. Он еще добавил порцию. Прошло 10 минут, а я еще чувствую. Я говорю, ну делайте, говорю, доктор, уже я потерплю. Он говорит, как это потерпеть? И стукнул мне своим инструментом по зубам. Я чуть не улетела в космос. Он сказал, так, назначаем антибиотики, через 5 дней придите. Вот. И, естественно, я очень сильно мучилась эти дни. Очень страшная боль. И много за это время подумала, передумала, посмотрела, что я кушаю, когда хочу. Живу в кайфе, я еще говорила. У меня жизнь в кайфе. Вот. Жизнь в кайфе приводит к таким последствиям, да. И никак не могла собраться, собрать свою силу воли, чтобы сесть на какое-то правильное питание. И чтобы не кушать на ночи. Может, многие из вас сейчас не поймут меня, да. В принципе, я вам рассказываю о своих новостях. Знаю, что многие поймут и поддержат. Вот. А может, даже кто-то присоединится, выучит, почитает эту книжку. Зайдет к нему на сайт, на ютубе. Он есть. Вот Эрик Берг, доктор. Можете прямо забить его. Этот и увидите. У него 6 миллионов подписчиков. И вы таким образом поддержите меня. И мы вместе начнем заниматься интервальным голоданием. Вот такие новости у нас. Сейчас мой муж мне вечером сообщил, что я пойду к врачу не завтра, а в субботу. Ну, еще есть время у меня как раз прийти в север, потому что есть у меня еще боли, не прошли. А мост 7-летней давности, я не представляю, как будет снимать, если десна воспаленная. Так вот, все, мои хорошие, хватит о болезни. Надеюсь, в следующем видео я поделюсь с вами хорошими новостями. Радостью, счастьем, настроением, позитивом. А вы подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, я вам все рассказала. Почему я пропала, где я пропала. И большое спасибо вам за ваши поздравления. Столько приняли участия в комментариях. Я пыталась, старалась каждому ответить. Люблю вас, обнимаю мои дорогие девочки. Вы со мной многие столько лет. А тот, кто присоединился недавно на мой канал, добро пожаловать. Я очень рада вашему присутствию, вашим просмотрам. Будьте счастливы. Живите под мирным небом. И будьте здоровы, самое главное.